Чтобы поймать бабочку, этим летом даже сачок не нужен. Насекомых спокойно можно собирать руками, как ягоды с растений. Апория кротегий, она же боярышница. Ее привычная среда обитания – юг нашей страны Украина. Однако в этом году нашествие боярышниц отмечает весь Западный и Южный Урал. Дело в том, что в этом году была относительно мягкая и многоснежная зима. То есть их гусеницы хорошо перезимовали под снеговым покровом и на листве. Поэтому их такое большое количество. Вдобавок к осему довольно небольшое было количество птиц, которые едят этих гусениц. То есть было не сильно много синиц, не так много снегирей. Поэтому никто не охотился за этими гусеницами. И сейчас, когда появилось массовое количество тепла, много влаги, бабочки в изобилии вышли и довольно синхронно. Доцент кафедры плода овощеводства Пермской сельхозакадемии Антон Лещев говорит, что это уникальное явление. Оно происходит раз в 15-20 лет. Он сталкивался с ним еще студентом. Тогда насекомых кучами доставали из радиаторов автомобилей. Так их было много. И вот явление повторяется. Когда они вышли из зимы, их было немного. То есть они, так скажем, сразу окуклились и превратились в бабочек. Сейчас эти бабочки отложат яйца. Каждая может отложить до 200 яиц. Каждая бабочка, каждая самка. И, соответственно, появится такое количество гусениц, которые будут все съедать на своем пути практически. То есть если они, ну так скажем, появятся в гусенице вот эти яйца. Боярышница – вредитель сада и огорода. Это крылатый враг косточковых культур. Яблони, груш, лишни, черемухи. Гусеницы бабочек закручивают листья в коконы, опутывают их паутиной, после чего скелетируют. Объедают до основания. Если садоводы обнаружат у себя яйцекладки на растениях, вот на яблоне, на вишне, конечно же, нужно обработать. Нужно обработать препаратом от листогрызущих насекомых. Например, такой препарат, как актора. Им обрабатывают за месяц до съема плодов, то есть чтобы препарат успел разрушиться. И никаких проблем не будут. То есть все гусеницы, которые будут питаться на этом растении, будут погибать. В борьбе с боярышницей и ее потомством можно попробовать и народные методы. Бабочки не любят запах дегтя, поэтому если вы будете иметь разведенный дегтя где-то на участке, они будут обходить его стороной. Ну и народное средство против их гусениц – это по весне взять раствор где-то грамм 10 дегтя, грамм 50 мыла дегтярного, и это все на 10 литров воды. Потом опрыскивайте ими вашу любимую яблоню и можете не бояться гусениц. Если никакую борьбу с бабочками на своем участке не проведете летом, позаботьтесь о будущем урожае осенью. Уберите с участка всю закрученную в трубочке листво – это зимовье боярышниц – и хорошо перекопайте почву рядом с растениями.